А, авито закроют! Мой бизнес полетит ко всем чертям, и я не знаю как быть дальше, где продвигать, что делать, как быть. Друзья, приветствую! С вами профессиональный авитолог Максим Алакшин. В этом ролике мы с вами будем обсуждать боль многих людей, которые боятся того самого федерального закона о рекламе, в котором наше правительство, что хотят сделать, хотят в принципе монополизировать рекламный рынок. И если они все-таки это сделают, монополизируют, то скорее всего, ну как все думают, площадки Авито, Юла и Циан попросту уйдут с рынка, потому что у них сейчас такая модель, это именно выкладка объявлений и реклама через объявления. И давайте сейчас как раз вот обсудим, что в первом чтении было уже принято, первое чтение у нас состоялось 15 июля 2022 года. И вот, соответственно, что же вкинули, то есть это реальные вбросы были правительства. То есть они заявляют, что сегодня доски объявлений это зарубежные юрисдикции, говорят они. Приведу пример, это голландская компания Авито. Данные, которых люди отдают, и это 55 миллионов человек. Та информация, которую люди предоставляют, мы не знаем, где она обрабатывается, но она пересекает границу. Полный бред, полный бред, друзья. И сейчас давайте обсудим правду на этот вопрос. А правда, она, Авито создан в России, работает уже 15 лет, и вы все прекрасно это знаете. является российской компанией, именно с российским юрлицом. Все технологические сервисы Авито приземлены на территории РФ. Что важно. Данные хранятся на российских сервисах с соблюдением законодательства РФ. Вся архитектура проудирована. Вот это настоящая правда. И только вот этой информацией можно доверять, друзья. Далее, что хочу сказать, следующий вброс был контент на платформе никак не контролируется. Говорят, опять же, в правительстве. Я вообще не понимаю, для чего нужны госчиновники. Что они там сидят, что они принимают. Вообще мне непонятно. На чем они основываются. Потому что они далеко не предприниматели. Они не понимают, как работает бизнес. И они не понимают, что доска объявления Авито это реально IT-гигант. Но об этом чуть позднее. И чуть позднее я вам расскажу свою собственную точку зрения на этот вопрос. Так что обязательно досмотрите это видео до конца. И влепите жирный лайк. Оно поможет продвижению этого видео. И обязательно репостните к себе на страницу. Итак, неправда. Контент на платформе никак не контролируется. Теперь давайте обсудим правую сторону. Это огромная команда модерации. Круглосуточно и тщательно следит за чистотой контента. Я в свою очередь могу сказать, потому что я на съезде авиатологов был. Я видел эту команду. Я видел их офисы. У них очень солидные офисы. Ни на одном этаже. Три-четыре этажа. Очень круто все оборудовано. Огромнейшая команда профессионалов. Так что я от своего лица прям эту информацию заявляю. И чистая правда это реально огромная команда модераций, которая круглосуточно работает и борется за чистоту контента. Понятно, что не все получается. Но в любом случае работа очень громадная ведется. Все объявления проходят премодерацию на предмет соответствия законодательству до публикации. Вот это чистая правда. Следующий вброс нашего дорогого и любезнейшего правительства был таков. Компании из недружественных стран должны понимать, у них не получится собирать деньги в нашей стране. То есть они заявляют, что Авито это компания из недружественной страны. И у них не получится зарабатывать типа в России. А далее использовать их для поддержки экономики своих стран, которые в отношении России ввели санкции. Говорят они и хотят опять же здесь приурочить всю эту историю, когда началась война, когда от России большинство количества стран отказались. И только с нами сейчас сотрудничают страны БРИКС. В принципе. А сейчас давайте вам расскажу чистую правду. Конечным акционером Авито на сегодняшний момент является холдинг из ЮАР. И который относится как раз к странам БРИКС. Друзья. Так что в этой истории никак здесь не подкопаться. И Авито давно себя перестраховало. И сейчас акционеры все относятся именно к странам БРИКС. Так что здесь тоже никакой проблемы эта история не составляет. И все, что было сказано в правительстве, там на первом чтении и так далее. Я считаю и мои друзья-авитологи также считают. Я думаю вы со мной согласны. И поставите лайк этому видео, что это все полная чушь. Они там просиживают штаны. И кто вообще устанавливает эти чтения и законы. Мне абсолютно непонятно. Давайте сейчас, друзья, реально порассуждаем. А как бы если закроют Авито. Ну к примеру, такого конечно не случится. Но если закроют Авито, извините. Бизнес реально полетит в тар-тарары. Да ладно еще бизнес. Здесь какая ситуация сейчас. Вот рынок IT в России держится реально на волоске. И если Авито такой гигант, Авито, Юлай, Циан это реально гиганты IT-индустрии. Если они из России уйдут, то кто же останется у нас? Только скорее всего один Яндекс. Да и то непонятно, Яндекс сейчас российская или не российская компания. И последние наши айтишники российские реально уедут за границу и больше никогда в жизни не вернутся в Россию. Я думаю, что Россия не хотела бы этой истории. Потому что как-то нужно вот IT-сферу, IT-отрасль нашим ребятам развивать. Понятно, что она сильно отстает. Но если платформы закроют и айтишники уедут, то соответственно она будет еще во много раз отставать. И непонятно, куда мы прикатимся в такой ситуации, друзья. Так что ж, это нужно понимать и осознавать. Нельзя, просто тупо нельзя закрывать Авито, Юлу и Циан. Потому что это приведет реально к более большой деградации России на сегодняшний момент. И я надеюсь, господа из правительства, ну конечно мой ролик наверное не посмотрят, но послушают Владимира Правдивого. А это как раз генеральный директор компании Авито в России. Потому что он уже много на этот счет высказывался. Он уже высказывался, что реально если все это введут, вот эту всю полную хрень введут, тогда рынок айти попросту в России будет уже не вернуть. Все, все уедут, все схлопнется как мыльный пузырь и приехали. Грубо говоря, айти в России больше существовать не будет. И даже со стороны предпринимателя, вот я являюсь предпринимателем, например, да, я витологом строю свой собственный бизнес. Ну куда люди пойдут продавать свои услуги, да. Напомню, что компания Авито это супергигант, где сейчас она стала топ, где продаются машины, да. То есть это топ-1 площадка по продаже автомобилей. Куда побегут перекупы, да, это тоже же бизнес. Куча людей на этом зарабатывает, непонятно. Далее, Авито это площадка по недвижке. Каждая вторая квартира покупается или продается на Авито. Куда же побегут наши любимые риэлторы? Авито Циан закроют, да. Ну предположим опять же, непонятно, а сколько же у нас в России людей зарабатывают на риэлторских услугах. Я думаю, что это очень-очень большое количество людей. Я, конечно, не посчитал, не подготовился, но вы должны понимать, какое это количество людей. И сколько это рабочих мест, сколько это людей сразу же очень сильно пострадают. Мне кажется, если площадки закроют, реально будет бунт. Я не знаю, может быть, какие-то столкновения и так далее. Ну потому что это реально невозможно допустить. Я надеюсь, у правительства хватит мозгов не допустить третьего чтения и устаканивания этого законопроекта. Мое же какое мнение. Выше я изложил, но считаю, что Авито это очень огромная IT-платформа. На ней более 55 миллионов человек сейчас сконцентрировано. И ее точно не закроют. Может быть, знаете, какая история будет? Их помурыжат. Авито немножечко помурыжат. Скажут вот это сделать. Немножечко докрутить в своей платформе вот это. Немножечко заплатить денег. И оставят все как есть. Скорее всего, мне кажется, вот так оно и будет. Вот, то есть помурыжат, помурыжат, да и отпустят. Ну, немножко решили просто встряхнуть. Может быть, думают, что Авито, Юлай, Циан засиделись. Может быть, думают, что они зарабатывают очень большое количество денег. И таким образом решили немножко помутить воду. Друзья, расслабьтесь. Я уверен полностью, что Авито жив, жил и будет жить. Вот моя точка зрения. Я также, как и вы, очень сильно поддерживаю Авито. И считаю, что законопроект нужно реально отменить. И забыть про это как страшный сон. Ну, а вот эта вся история для Авито, я считаю, это еще такая, ну, как бы, пиар-компания все-таки. То есть, когда куча негатива разлетается по всем пабликам, по всем изданиям крупным, да, РБК там писала и так далее, и так далее. То есть, это еще одна волна, такая, правда, негативная. Но негатив это тоже пиар. Эта волна Авито круто, мощно и сильно пропиарится. И после этого масштабного хейта выйти сухим из воды и еще усилить, еще сильнее усилить позиции на рынке IT в России. Так что ж, Авито, держись, мы с тобой, и в любом случае, все будет в порядке, друзья. Счастья, любви, здоровья. В принципе, я рассказал свою позицию. Я считаю, что с Авито ничего не случится. И, друзья, не переживайте. Все, грубо говоря, в наших руках и в руках компании. А Авито, молодцы. И я уверен, что у доски объявлений Авито в любом случае, потому что они большая солидная компания, был отходной путь в любой ситуации. Потому что они понимали и понимают, что иногда правительство будет втыкать палки в колеса. Потому что Авито очень много, неприлично много также денег зарабатывает. Но это, понятно, здоровая компания. И, соответственно, правительство будет искать лазейки, где же с Авито прикурить немножко деньжат. И я уверен, что Авито давно уже путь, отходной путь продумала. Так что это как бы, когда компания растет, в любом случае отходные пути всегда продумываются. Сео-компании, генеральным директором и так далее. Так что, друзья, хочу сказать, не ссыте за Авито будущее. На связи был Алакшин Максим, профессиональный авитолог. Пожалуйста, максимально распространите это видео. Это очень важно. И влепите лайк. Спасибо. На связи. Услышимся в следующих роликах.